Здравствуйте, наши дорогие коллеги и друзья! Вы смотрите канал Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня знакомимся с устройством, которое называется микшерный пульт, произведённое в Китае и именуемое Taeyun A4, ну прям ауди. Что ж, поехали! Шутки шутками, друзья, но дело-таки серьёзное. Я имею в виду то, что затянувшиеся коронасобытия вносят в нашу жизнь совершенно неожиданные коррективы и, мягко говоря, не особо радужные перспективы. Вот этот пульт стоимостью менее трёх тысяч рублей на Али мы приобрели не просто так. Всё дело в том, что наши глубоко уважаемые контролирующие, разрешающие и запрещающие органы каким-то самым невероятным образом нашли связь между микшерными пультами и, дамы и господа, внимание, вейпами, то есть электронными приспособлениями для курения, и запретили их ввоз на территорию Российской Федерации юридическим лицам. Как вам такое? Но что интересно, физические лица подобные штуки покупать могут. Здесь почему-то запрет не работает. К чему это всё может привести? Да, собственно, к тому, что месяца через три-четыре, когда склады продавцов всего музыкального окончательно опустеют, мы с вами будем иметь возможность купить вот только такое. И с Алиэкспресс это, во-первых, всегда лотерея, работает-не работает, целое-не целое. А во-вторых, цены ниже разума вряд ли могут нам обещать какое-то приличное качество. С этим, думаю, спорить никто не будет. Тем не менее, купить мы его купили, перед включением перекрестились. Повезло, всё работает. И теперь готовы безо всяких предвзятостей подробно вам о нём рассказать. Итак, весит он... да вообще ничего не весит. Размеры сами видите какие. Комплектуется метровым шнурочком USB и адаптером на 220 вольт. Что у него тут есть? Два канала микрофон-линия, причём оба с фантомным питанием 48 вольт. Стереоканал на джеках плюс тюльпанах. Регулировка чувствительности. Высокие низкие частоты. Кнопка включения эффекта одного-единственного дилея на двух каналах. Отдельные регуляторы громкости. Громкость общая и наушников. Кнездо на миниджеке рядышком. Общий сигнал с пульта можно вывести на какую-то активную акустику или усилитель через мейн джеки. А также через тюльпаны можно отправить звук на какое-то записывающее устройство. Ну и основной козырь этой малютки это mp3 плеер плюс беспроводной приём аудио. Плеер управляется ручками 3-4 канала. Кнопка ST-USB нажимается согласно выбранному источнику. Теперь смотрим вот сюда. Здесь у нас разъём mini-USB для подключения питания или от сети, или от компьютера, или от пауэрбанка. И кнопка, которую надо нажимать или отжимать в зависимости от того, как мы питаем пульт и какой именно режим работы нам нужен. И последнее. Заглянем на нижнюю часть. Есть тут резиновые ножки, что уже неплохо. Приклеены они вот так. Или это такое кривенькое литье пластика. И самое интересное, никаких опознавательных знаков, никаких серийных или каких-то других номеров, никаких made in мы здесь с вами не найдём. Но может, это и не так сильно будет влиять на качество звука и работу вообще? Вот сейчас и посмотрим. Итак, я включил конденсаторный микрофон. Слава богу, работает. Давайте послушаем его шум. Услышали? Теперь давайте покрутим частоты. Вот вам высокие. Раз-два-три-четыре-пять. Раз-два-три-четыре-пять. И низкие частоты. Раз-два-три-четыре-пять. 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 Ну и попробуем запустить дилей. Раз-два-три-четыре-пять. 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 Да, кстати, запись идёт в компьютер напрямую по USB, то есть пульт этот является ещё и звуковой картой. Собственных драйверов у него нет, поэтому запускаем его через ASIO for All. Дальше. Если вы надумаете при таком подключении напрямую по USB сделать запись голоса вместе с играющей с компьютера музыкой, то, во-первых, результат будет исключительно в моно, а во-вторых, послушайте, в каком качестве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю здесь вопрос закрыт. Теперь плеер. Здесь вроде бы всё как и у подобных, но есть пара фишек, которые наши юго-восточные друзья сюда запихнули. Во-первых, тут можно дополнительно настраивать громкость проигрывания. Ну возможно, этим мало кого удивишь. А вот вторая фишечка, это прямая запись на флешку. Стоит только подержать нажатой первую кнопку, как активируется функция записи, и она будет идти до тех пор, пока мы снова не нажмём и не поддержим ту же кнопку. Записанный файл автоматически сохранился на флешку. Я, конечно, в шоке, только вот с трудом себе представляю, в каких именно случаях я этим добром смогу воспользоваться. Но да ладно, не будем обижать инженеров, всё-таки они старались. Теперь о том, что запись в компьютер при том же прямом подключении ни с флешки, ни по Bluetooth будет невозможно. Стоит только воткнуть флешку в пульт, как ASIO4ALL в том же Cubase немедленно выключает его как оборудование, и компьютер просто открывает окно с содержимым нашей флешки, как будто пульта в цепи нет вообще. Короче говоря, мудрить здесь нечего. Если нужна запись микрофона и гитары, то пишем как в обычную двухканальную звуковую карту, используя имеющиеся входы. Мониторимся при этом тоже как обычно, и минусовка с компьютера, и вокал с гитарой будет играть в двух ушах одновременно. И тут же добавлю, что выход на наушники у этого пультика достаточно громкий, и 64 и 120 Ом, которые я сюда подключал, раскачиваются вполне нормально. В результате, подводя первый предварительный итог, необходимо подчеркнуть, что всё-таки этот пульт, как звуковая карта, скорее всего, нужно назвать несостоявшимся. Ну да, он пишет, но с запредельно низким качеством, которое годится, пожалуй, только для каких-то сугубо личных задач, типа записи демо, и не более того. А сейчас давайте переключимся на него как на прибор прямого назначения и послушаем, как он будет звучать через линейный выход. Для этого запитываем его от сети 220 вольт, или просто переключаем кнопочку на положение Line. Подключаем все возможные источники звука, микрофон, гитару и, допустим, телефон хоть в линию, хоть по Bluetooth с нужной нам минусовочкой, и подаем общий сигнал на запись. Давайте послушаем, что из этого получится. Тебя я до порога провожу, Слеза застынет капелькой капризной, и на прощанье вслед тебе скажу. Желаю счастья в личной жизни, желаю счастья в личной жизни. Ну вот опять-таки всё вроде работает, всё играет, но звук на выходе реально оставляет желание быть много лучшим. Отсюда и главный вывод. Если нет никаких претензий к своему собственному звучанию, то почему бы и нет? Тем более за такие деньги. Но если речь о качественном звуке, то это вряд ли к этому пульту относится. Плюс не забываем, что абсолютно никто нам не гарантирует, что через 15 минут от начала нашего первого мероприятия с ним, он просто не погаснет и не подаст больше никаких признаков жизни. Одним словом, друзья, лотерея в чистом виде, как я уже и говорил. Повезёт? Ура! Не повезёт? До свидания, трёшка! И здравствуй, головная боль! И к великому сожалению, такой расклад может быть отнесён к огромному количеству товаров, приобретаемых таким образом и за недорого. Не бывает здесь чудес, увы. На этом всё, друзья! Будьте внимательны при выборе оборудования, по возможности покупайте хотя бы что-то среднеценовое и более или менее от известного производителя. Всем удачи и до новых встреч на нашем канале! Итак, я включил конденсатор... Итак, я включил конденсаторный микрофон. Ещё раз. Ищё раз.